Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Deutsche Welle Geofaktor. Главные темы сегодня. С понедельника общественный транспорт в Афинах стал бесплатным. Но для большинства греков это, пожалуй, слабое утешение. Ведь с этого же дня в стране перестали работать банки. А в банкоматах грекам запрещено снимать более 60 евро. На туристов, правда, запрет не распространяется. Приостановила работу и фондовая биржа в Афинах. На фоне греческих событий индекс акций европейских банков к началу торгов в понедельник снизился почти на 6,5%. Это самое сильное падение за последние три года. Снижением отреагировали и российские рынки ценных бумаг, а также ослабел рубль по отношению к доллару. Что предшествовало столь турбулентному началу недели? В этом разбирался мой коллега Александр Прокопенко. Это заседание в греческом парламенте запомнится многим. На протяжении 14 часов политики из разных партий на повышенных тонах спорили друг с другом относительно проведения весьма спорного референдума. Мы страна, где зародилась демократия. Мы не будем просить разрешения у господина Шойбли и господина Дейсельблюма, чтобы провести всеобщее голосование. Премьер даже призвал греков сказать «нет» предложением из Брюсселя. У греческой оппозиции мнение диаметрально противоположное. Мы собираемся голосовать так, чтобы страна осталась в еврозоне. Потому что слова «нет», за которое вы так ратуете, равнозначно отказу от евро и выходу из еврозоны. Не надо заблуждаться. Это равнозначно суициду. Проведение референдума – вопрос уже решенный. 5 июля греческий народ должен сделать выбор, в каком направлении пойдет страна. Я вообще без понятия, как голосовать за или против. Мы не знаем, что и сказать. Я думаю, что не стоило заходить так далеко. В итоге мы оказались в таком бардаке. Наши пенсии они урежут в любом случае. Но я не хочу, чтобы мы отказались от евро. Завтра, 30 июня, истекает срок действия второго пакета финансовой помощи Афинам. Ожидается, что без новых кредитов Греция будет вынуждена объявить дефолт. Прогноз для Греции на ближайшие дни может выглядеть примерно так. Во вторник Афины, судя по всему, не смогут вернуть Международному валютному фонду очередной транш в размере более полутора миллиардов евро. Поэтому уже в среду возможно объявление страны банкротом. А еще через несколько дней, в воскресенье, в Греции должен пройти всенародный референдум о согласии с требованиями международных кредиторов к Афинам. Мои коллеги поинтересовались, что думают греки о происходящем в стране сейчас, в преддверии референдума. Длинные очереди перед банками в Греции. Но люди ждут напрасно. Двери кредитных учреждений остаются закрытыми. Мы ждем нашу пенсию, на которой работали всю свою жизнь. Они держат нас за дураков. Мы ждем здесь, как попрошайки, для того, чтобы получить деньги, которые вообще-то принадлежат нам. Конечно, мы обеспокоены, и я в том числе. Здесь все переживают. Я думаю, будет еще хуже. Греческие банки останутся закрытыми до следующей недели. В банкоматах каждый грек сможет снимать пока максимум 60 евро в сутки. Это ограничение, обещают греческие власти, не коснется туристов и других иностранцев, проживающих в Греции. Перевести деньги за рубеж можно, только получив соответствующее разрешение. В телевизионном обращении премьер-министр Греции попытался успокоить население. «Всбережение населения на греческих счетах находится в абсолютной безопасности. Выплата зарплаты пенсии будет продолжена. Любым трудностям мы должны противостоять со спокойствием и решительностью». Решение закрыть банки приняло правительство. С помощью этой меры оно рассчитывает избежать финансового кризиса в стране. Вновь открыть банки здесь планируют после референдума. В ближайшее воскресенье, 5 июля, греки должны будут высказать свое мнение насчет плана реформ, предлагаемого кредиторами. Правительство призывает греков голосовать против. «Если греки скажут «нет» кредиторам, то кредиторы будут делать предложение получше. Мы рассматриваем референдум как продолжение переговоров, только другими средствами». Однако недавний опрос, проведенный греческими СМИ, показывает, многие греки уже устали от переговоров. Большинство жителей готовы согласиться с условиями международных кредиторов, чтобы Греция осталась в еврозоне. К другой теме. В то время как и стороны конфликта на востоке Украины, и международные сообщества не устают говорить о необходимости соблюдения минских договоренностей, в Донбассе продолжают гибнуть люди. Наш спецкор на Украине Кейти Логан побывала на линии фронта, и вот что она увидела. Вот так выглядит перемирие на линии фронта. Стрельба практически не прекращается. Это позиция сепаратистов. Украинская армия открывает ответный огонь. Расстояние между противниками всего несколько сот метров. ОБСЕ наблюдает за ситуацией в Донбассе. Именно на этом участке фиксируется больше всего нарушений. Обе стороны очень напряжены. Доверие между ними равно нулю. В такой трудной ситуации многого не требуется, чтобы конфликт опять обострился. Российский военный и его украинский коллега наблюдают за боевыми действиями. Не сидится спокойно. Надо вот пульнуть. Они пытаются хоть ненадолго добиться прекращения огня. Стороны хотят найти общее решение. Об этом свидетельствует их способность разговаривать друг с другом. Это еще не полный разрыв. Да, это немного, но этого достаточно, чтобы надеяться на продолжение переговоров. Призыв к миру в этот раз, кажется, услышан. Сейчас здесь относительно тихо, но мы по-прежнему слышим единичные выстрелы. А всего несколько дней назад тут было зафиксировано более 350 взрывов. Страдает в первую очередь гражданское население. Снаряды попадают в жилые районы. Муж Нины был на улице, когда рядом разорвался снаряд. От полученных ранений мужчина скончался. Нет, не существует. Потому что люди гибнут. Какое-то перемирие называется. Ну как? Перемирие – это когда никто никому не стреляет. Лидеры сепаратистов заявляют, что они готовы к переговорам. Но хотят, чтобы их воспринимали серьезно. Поэтому мы предлагаем, смотрите на нас как на равных. И общайтесь с нами как с равными. И когда это будет происходить, данный процесс ускорится. И будут находиться те точки, ради которых у нас будет объединение. И не будут страдать люди. Но на линии фронта обе стороны настроены решительно. И пока не похоже, что бои скоро закончатся. Это то, что увидела наш корреспондент на линии фронта в Донбассе. А Россия и Украина тем временем продолжают другую битву – газовую. Тему продолжим в новостях. Россия уменьшила скидку на газ для Украины более чем в два раза. Тем не менее, стоимость газа, которая зависит от цен на нефть, остается прежней. В третьем квартале голубое топливо будет стоить почти 250 долларов за тысячу кубометров. Переговоры по газу между Россией и Украиной запланированы на 30 июня. В Пекине подписан акт о создании нового азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Его участники – 57 государств. Среди них Китай, Индия, Германия и Россия. Банк с уставным капиталом в 100 миллиардов долларов начнет работу в конце этого года. Его цель – финансирование инфраструктурных проектов в Азии. На выборах мэра Кишинева победил проевропейский представитель либеральной партии Дорин Киртуаке. Он управляет городом с 2007 года. Киртуаке набрал более 53% голосов избирателей. Он пообещал продолжить проевропейские реформы и процесс сближения Молдавии с Европой. Американская ракета, которая должна была вывести на орбиту беспилотный корабль «Дрэгон», взорвалась через несколько минут после старта. Она должна была доставить на МКС научную аппаратуру и две тонны продовольствия для троих астронавтов. Это уже третья провальная попытка за последние месяцы. Самолет на солнечных батареях вылетел из аэропорта японского города Нагоя и взял курс на Гавайские острова. Вылет самолета неоднократно откладывался из-за плохой погоды. Полет продлится примерно пять дней. При отсутствии ясных дней вынужденную посадку для подзарядки солнечных батарей совершить будет негде. Последние новости читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. Ну а Геофактор расскажет о развитии событий завтра. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин